здравствуйте друзья вопрос с утречка добрый день михаил хотел узнать ваше мнение вот на что в снг сейчас появилось миллион преподавателей по продажам через интернет с помощью лендингов фейсбука и амазона лендинг пейдж наверно а то есть эти люди могут научить правильно создавать в интернете бизнес и с помощью этих площадок лендингом фейсбука и амазона можно продавать практически все что угодно можно если умеешь да это все звучит заманчиво но мне кажется что это все работает на западных рынках где у людей есть деньги они у нас менторами как они говорят являются миллионды миллиардеры американцы и что они постоянно у них учатся и покупают курсы по 10 тысяч долларов их менторами руки вы являетесь поближе к этим американцам ой прямо вот 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 да и у вас есть как бизнес в оффлайне так и в онлайне и как ты его продвигаете и может вы проходили подобные курсы или что-то слышали за весь этот бизнес в интернете это чувствуется 10 пишет слышали за этот бизнес ok и в общем какая ваша точка зрения на это все извините немного напутано но не знаю как все правильно вам написать кратко чтобы все понял я я понял сейчас ответим да друзья значит конечно время идет и всякие семинары вебинары тренинги все больше и больше перемещаются из аудитории таких обычных в аудитории виртуальные значит и да я тоже вот все тянул тянул знаете ровно пять лет назад это было по моему 11 мая 11 2011 года вот сейчас в тот же самый день практически мы начали очередную группу двадцать первую группу за пять лет двадцать групп провели на три месяца групп значит и я начинал с группой по моему там девять человек было а сейчас у нас на 100 боюсь собрать 106 107 значит конечно это это очень здорово и это открывает возможности для людей которые не могут там допустим учиться в обычном формате и так далее следующий момент это все понятно следующий момент насколько вот эти продажи чего-то образовательного в интернете насколько они информативны насколько они стоят своих денег там и так далее это уже вопрос сугубо коммерческий тут еще есть когда мы говорим о коммерческом есть еще некий вопрос об ответственности и допустим как люди отвечают за базар на скажем вот он в америке какой-то там семинар вебинар предлагает или там ну что-то какой-то товар такой и вот если допустим я недоволен то что а если нас много и мы говорим что нас развили то что и пошло и поехало поэтому за счет того что мы в разных странах живем вот в этой части тоже есть как бы своя разница и соответственно люди могут переходить какие-то границы или не переходить в зависимости еще от места значит теперь что получается что касается того что вот на западе это работает а скажем в россии это не работает я буквально пару дней назад разговаривал с девочкой из беларуси и она живя там зарабатывала какую-то сумму типа там несколько сот долларов торгуя на ибэе по-моему какими-то предметами которые у нее покупали иностранцы то есть она это предлагала тем кто живет на западе и она говорит что конечно в америке допустим я бы на эти деньги жить не могла а в беларуси она жила при припеваючи на эти деньги поэтому когда вам говорят давай продавать на амазоне на фейсбуке и там здесь и тут это же не вовсе не значит что надо продавать у себя дома господи это же это же возможность историческая и не было никогда во сколько человечества существует вы не могли выйти в продажах за пределы своего села понимаете когда-то весь мир торговый был сосредоточен в средиземном море и вокруг средиземного моря вот все что происходило происходило там потом следующий рыбок был невероятный через атлантику пошло кстати через атлантику пошло мир перевернулся революция вообще произошла после этого поэтому к чему я говорю да но это все-таки были предприниматели у них были корабли у них были склады и так далее вам сегодня вообще ничего не надо вы сегодня вот можете купить на ebay там за 3 доллара и продать где-то там за 15 если вы умели купить и умеете продать я уже не говорю о том что есть какие-то товары там специфические белорусские украинские там не знаю российские и так далее которые можно предлагать начиная от буденовки там и кончая можете купить за 2 доллара буденовку и продать за 25 в сша поэтому целый мир понимаете вот когда вам говорят мы вас научим как это делать в целом такие вещи обращены к людям которые вообще понятия не имеют ни о чем то есть они не говорят мужик ты там 10 лет этим занимаемся мы тебя сейчас научим таким тонкостям которых ты не знаешь значит почему это не является таким серьезным товарным продуктом вы не можете апеллировать к там к тысячам десяткам тысяч сотням тысяч 5 там нет столько денег кроме того добраться до людей которые уже тонко чем-то занимаются довольно сложно их надо знать этих людей поэтому здесь она бросается широко широко можно бросить только на людей абсолютно не подготовленных там 95 за сколько 90 95 99 процентов этих людей никогда не начнут ничего они походят на этот курс и пока курс будет идти им даже будет казаться что они что-то поняли а дальше они начнут что-то делать и у них ничего не получится понимаете вот собственно и все представьте себе сколько народу в америке и вот они с этими тренерами тут рядом как вас заинтересовали тренер и на ebay я как-то ходил на какой-то такой тренинг там против и там всего там я не помню сколько четыре процента вот то что называется power sellers то есть люди которые здорово продают там какой-то объем у них там продаж а так и так все мелочи это то же самое что и у нас стоит вот сколько людей имеют там выходили в школу их учили как с рил эстетом значит обращаться работу продавать покупать финансировать а дальше мизерный процент а может быть пару процентов реально зарабатывает остальные лапы сосуд страхование то же самое я помню когда ходил в школу лицензионную там по страхованию и там ребята но местные молодежь американская га чё ты сюда пришел он как вот хочу купить себе там чем там хотел купить а ламборгини он думал что он сейчас пойдет в insurance страхование и заработает столько денег чтобы ламборгини купить чтобы ламборгини купить нужно быть я не знаю нашу свою страховую компанию там нет таких денег даже близко поэтому что я хочу сказать те кто продает эти семинары вебинары если они умеют это делать понимаете надо еще уметь тоже продать если они умеют это делать вы начнете их слушать у вас появится ощущение такое зуд что если вы сейчас не вскочите не купите вот у них и так далее то вообще вся жизнь ваша пошла прахом и тогда они умеют народ завести развести и в общем избавиться от них в конечном счете но в америке систематически вот эти ребята оказываются под судом и принимаются решения такие судом им приходится возвращать деньги но не то что они вас будут искать чтобы вернуть деньги но все кто всем кто у вас брал этот тренинг там им пришлют письмецо что если вот так хотите денежки обратно то пожалуйста вот есть решение суда и я однажды был такой ситуации я я поддался на такой курс и он прилично стоил между прочим он не был дешевым единственно что как бы я могу сказать свое оправдание что было хреновое время и я мучительно думал что делать чем заняться какое направление следующее и было это может быть лет там 12 13 назад это было как бы достаточно новым направлением и понятно было что там что то есть и там надо что-то такое нарыть вот и частью этого проекта было то что тебе давали веб-сайт под ключ готовый который уже там там все сделано для продаж для приема денег там да ну все это его там из модулей собирал и тебя там у тебя там саппорт там 24 часа в сутки тогда вот и тебе такие красивые примеры рассказывают как люди продавали там разные вещи успешно все такое а а идей там голове полно понимаете и в общем где-то там тысяч на 5 на 6 нам это дело встало и нам потом до копеечки все вернули то есть мы вообще возмущены были ужасно и был такой момент когда мы пошли со светлой в смол клеймс корт у нас тут такой и говорим вот так мол и так судья слушает внимательно и мы ему рассказали подробно внимательно послушал и скажите ребята сказал он а вы по образованию вы кто я говорю ну вот у меня там по математике по там телекоммуникации осветы год я там кандидат там наука там phd там и он нам говорит знаете чё пацаны вы не можете жаловаться бывают люди ну совсем от сахи их там ловкачи развели и они вот приходят и вот руками разводят и в общем понятно что их обманули а выглядит сами такие изощренные что вы не можете жаловаться что вас жулики развели вот так что значит если будет какое-то более общее решение там да такие групповые кейсы есть тогда да а так нет и вот значит да но потом этот групповой кейс он уже в это время разворачивался поэтому мы прошли через через этот групповой кейс нам вернули все до копейки потому что они обещают то чего не в состоянии делать понимаете они обещают что они вам что-то такое дадут что будет само само работать они говорят что это не сложно и что каждый человек который хочет научиться в состоянии научиться и что не нужно иметь никаких компьютерных навыков не нужно иметь предшествующего опыта ни в том и пошло и поехало и ты и так далее и все это неправда то есть какого смысле неправда безусловно найдется кто-то безусловно найдется кто-то кто вот подпишется и у него пойдет вопреки всему этому курсу вот вопреки всему тому чему там чем они там занимаются здесь люди которые которые это все поглотят и у них попрет но это будет какой-то мизерный процентом 2 процента может один процент от тех кто станет этим заниматься и они же вам не говорят они же вам не говорят ребята у нас такая гениальная штука там один процент из вас там в течение следующего года заработает то я не знаю там какую-то сумму денег которые для вас достаточно привлекатель не знаю в российской федерации украине там где это происходит что для вас значительная сумма денег но если они вам скажут что это один процент вы скажете пошли вы все нафиг это разводилова кидалова там плюнули и ушли но они вам этого не скажут при том что они знают они утаивают существенную информацию для принятия вашего решения да значит информация которая material to the case вот она значит если бы вы владели этой информацией вы бы не стали связываться но они вам ее не скажут хотя сами знают и вот значит конкретно отвечая на вопрос на этот значит в америке тоже большое разводилов так так скажем потому что в целом вся эта информация доступна за копейки то чему они учат доступно за копейки вам не нужна информация от миллиардеров понимаете вам нужна самая базовая информация которая не стоит практически ничего или стоит какие-то смешные копейки и я вас уверяю что миллиардеры которые за этим может быть где-то стоят или у которых они там какие-то курсы берут заработали деньги не на том что они продали что-то на ebay на миллиард а заработали деньги на том что они вот такие курсы делают вот как роберт киесаки который такой большой бизнесмен а азара а все деньги у него заработаны вот на на его книжках на его семинарах вебинарах хотя рассказывает о том как недвижимостью обращаться и так далее то есть может у него и там две копейки есть но в основном то он откуда взялся вот и и все эти его книжки полны а я с удовольствием читаю не не поймите меня превратно я с удовольствием читаю роберта киесаки но его книжки полны противоречий чудовищных он сам себе противоречит просто убийственно там через страницу но ничего страшного если вы как бы подготовлены к чтению такой литературы и просто ищите в ней то что вам интересно а не то что очевиднейшая ерунда такая на на пользу все равно что читать вот такие книжки но книжка стоит три копейки правильно ничего такого они вам не скажут на этих семинарах то есть не подготовленному человеку на таком семинаре ничего нельзя сказать принципиального существенного что позволит ему обойти конкурентов там или что то он получит информацию которая нужна чтобы начать что-то начать но эта информация вообще копейки не стоит она всюду если вы не в состоянии найти эту информацию задаром в интернете не занимайтесь вообще этим бизнесом это абсолютно не ваше занятие вот вот я так скажу это это не ваши есть масса форумов где собираются люди которые реально этим занимаются есть тусовки при том же и б или там при амазоне есть масса тренингов которые делает и б и амазон это не стоит ни копейки вот поэтому с одной стороны удобно когда кто-то собрал обобщил выложил тебе на тарелочки и так далее если это за 15 долларов или даже за 150 я советую пойти и сделать что-то разъездились вот эти автомобильчики то самого пока самоходные вот значит пожалуйста а если они хотят какие-то тысячи за это или обещают какие-то золотые горы и так далее ну просто им надо понимать с чем ты имеешь дело надо понимать я не против того чтобы учиться я считаю что это стоит денег но просто там где много обещают и ссылаются на американских миллионеров и там какие то они курсы берут за 10 тысяч там я не знаю за 10 тысяч курс должен быть очень и очень продвинутым для очень небольшой группы людей понимаете когда у вас пришло на курс там 500 человек вы можете взять с них там по 1000 долларов у вас будет полмиллиона а когда на курс пришло 15 человек тогда может быть и по десятке понимаете почему же вот но собрать собрать там не знаю тысячи человек которые заплатят по 10 тысяч это мне кажется сложно чем больше денег стоит тем более резко сужается как бы контингент потенциальный который мог бы дать за это денег так что я вот рассказывал что ходил раньше рассказывал я когда-то ходил на на такой курс к м людям это не совсем роберт ки исаки но они как бы от его имени как бы они типа типа от него и вот они там про недвижимость хорошее был курс он мне понравился я уже не был новичком и мне как не новичку понравилось хотя конечно они все время пытались подписать людей на деньги сначала это было три часа бесплатно потом говорят мы там за не помню за 200 долларов мы тебе там три дня будем учить и еще там на 500 долларов книжек дадим я подумал что это имеет смысл заплатил 200 долларов а дальше они там людей уже разводили на такие суммы и там были там мало кто подписал там было чек на 300 в зале которые по 200 долларов а на более сложные курсы на коучинг там всякий там подписалась может человек 8-10 но была парочка мальчик и девочка молодые но лет 26 25 вот такие они подписались на там 60 тысяч там самая большая программа которую они предлагали было на 60 тысяч и естественно у них денег таких не было значит они им тут же сделали какой-то лон там в банке то есть какие-то банки для того чтобы вам дали 60 тысяч при том что у вас ничего нет это достаточно высокий процент там то есть их как следует значит я не знаю чем у них закончится это все то есть может быть они ну просто вот может пропадут 60 тысяч может они чему-то научатся за эти 60 тысяч может быть они научатся не тому чему они думали что они научатся но вот они может быть научатся не вылезать такие штуки больше я не знаю не могу сказать а может быть действительно они начнут успешно там покупать продавать недвижимость перепродавать там что-то такое крутить мудрить я не знаю вот знаете как по вере вашей воздастся вам понимаете они верили может ему воздастся так смотря кому ты веришь смотря в чем ты веришь я не знаю у меня эти люди не не вызывали доверие в коммерческом плане потому что так было все построено чтобы бабки собрать что ну даже то что они при этом делились хорошие полезные ценные информации но это все равно было для заманухи они там еще для чего-то поэтому они они мне в этом смысле не понравится я бы им денег не стал давать я понимаю что их задача получить деньги а дальше она там трава не расти вот и в общем это было понятно да ну ладно чуть-чуть значит я я думаю что я понял вопрос и я думаю что я достаточно просто объяснил что там за этим стоит когда ссылаются на каких-то американских миллиардеров на какие-то там дорогие курсы и так далее это все как бы такие продажные трюки да не не продажные что-то мать родную продали а они делают продажи они для того чтобы сделать продажу они набивают цену тому что они предлагают вот ну цену они набивают вот там миля мере миллиардеры за этим стоят они сами тратят дикие деньги чтобы быть в состоянии там тебе там что-то такое понимаете то есть это как бы знаете мне что это напоминает в советское время когда границы были закрыты значит вот там был такой не тот я боюсь что я его дословно мы попытаюсь значит идею передать что значит что вот секс там на западе значит но там скажем в парижском баре там что-то такое там какие-то экзотические там танцоры там что-то такое сексуальное значит там изображать значит секс по восточной европе восточный немецкий да по гдр-овски это значит француз который приехал в гдр рассказывал там восточному немцу что он видел там в париже вот в этом значит в этой забегаловке а секс по-русски это когда немец из гдр приехал в ссср и рассказывал советским людям что его рассказывал француз о том что значит он видел там в кабаке французском поэтому вот это вот ценность вот этого вот продажи по ну там как как я не знаю какой стране там речь идет значит но вот значит они сами как бы не участвовали но вот были какие-то американские миллиардеры которые значит чего-то там знают вот они у них за деньги купили а теперь они еще за какие-то деньги вам сейчас расскажут вот так вот так это мне напоминает такую примерно схему так давайте я движок выключат он тут расшумелся на меня вот ребята значит веселая тема мне кажется получилось хорошая такая добрая учиться надо учиться надо но если ты сам учиться не можешь если ты сам ту информацию которая лежит ну достаточно открыто не можешь собрать подобрать и так далее то ты в сущности тебя и надо разводить правильно это на вас рассчитано на вас вот шансы на успех практически нулевые не нулевые практически как бы не не нулевостью этих шансов я бы пренебрег счастливо